Всем привет! Ассаламу алейкум! Очень рада вас всех видеть. Я всего лишь день не снимала, пропустила и уже по вам соскучилась. Вы можете сказать, что ты накрасилась вообще, да? На самом деле я для видео куда-то на выход не красилась. Это я накрасилась специально проверить палетки. Это сейчас то, что я вам покажу, не реклама. Это я заказывала сама на Валбересе. Заказывала вот такую вот палетку теней. Это не оригинал. Даже вам скажу, как оригинал можно отличить. Видите, вот здесь написано консилер. Это просто сухие тени. Сухие тени, видите? Сухие. А тут должен быть прям жидкий консилер. Это если оригинал. Оригинал стоит где-то 50 евро. Короче, овер много. А эта палетка стоила где-то от 400 до 600 рублей. Я точно не помню. Рубль 600, по-моему. И очень давно хотелось себе нюдовую такую, знаете, помаду от Maybelline. Десятый номер. Он сейчас не сфокусирует, конечно же. Десятый номер от Maybelline. Вот хотела что-то такое, знаете, не сильно тёмное, не сильно яркое. Вот такое вот. Ну, мне кажется, мне идёт. И тени, кстати, я накрасила не совсем аккуратно. Вот так, знаете, типа, лишь бы просто проверить. Самик у меня здесь пакает. Кстати, сами у меня, знаете, что вчера печеньку ест, и бутыль с водой стоял на полу. Она туда печеньку как засунула. Короче, всю воду мне испортила эта печенька. Сейчас, кстати, новую воду заказали. Короче, вот теперь у меня обновочки. У меня, кстати, тени не было. Я давным-давно их ещё выкинула в Якутске и так и не покупала. Я вообще, в принципе, очень редко крашусь. И я думала, что эти оттенки будут намного светлее. Хотела, даже если и на выход краситься, что-то типа слишком светлым, чтобы заметно не было. Вот это вот тёмный. Но это камеры ещё так, знаете, передают, слишком тёмные делают. На самом деле они такие, а не тёмные в жизни. И так же, как и помада, она не бросается. Так, ещё из новостей. Квартиранты наши. Ну, вот этот парень, который я говорила, 19-го числа съезжает. Кто-то спрашивал, где у нас квартира. Квартира у нас в Якутске. Я её сдаю. И парень, который должен был сегодня съезжать, он так и съехал. Я сегодня же утром выложила объявление о том, что я сдаю квартиру. И сразу же нашлись люди, конечно же. Девушка. У них сегодня был последний срок сдачи той квартиры. Им надо было срочно переезжать. Она даже, несмотря мою квартиру, чисто по фотографиям, поехала и заселилась. Сейчас должна мне оплатить. Как бы она уже там, да? Она мне сказала, 10 отправить, потом 6 завтра. Вот. Потом друг мужу, когда приедет, приедет обратно в Якутск с отпуска, попросим у вас съездить, чтобы он подписал с ними договор. И уже со спокойной душой и с договором, и со всем на свете. Вот, девочки, не знаю, подскажите, как быть? Если мы, например, заключим договор на год, они нарушат этот договор. То есть, например, съела через 2-3 месяца. Как быть? Вот как быть? Какие-то условия же должны быть, если у нас договор как бы на год. Либо, типа, если они не доживают какие-то дни, я им просто эту сумму, типа, не возвращаю. Но я и так не обязана им возвращать, потому что мы как бы договаривались, да, на длительный срок. Как это все делается? Вообще, по сути, по сути, мне хотя бы еще год, чтобы кто-то там прожил. И через год, где-то в сентябре, я уже должна буду в Якутск лететь, переоформлять квартиру на себя. Поэтому, в любом случае, мне надо было туда ехать, но через год. И вот этот год я вообще не хочу париться, чтобы там каждый месяц, знаете, у меня менялись люди. И каждый раз губили квартиру все хуже и хуже. Но вот сейчас, которые заехали, это семейная пара, они якуты. Получается, девушка, мужчина, у них трое детей, 4-3 года. И вообще, вот малыш прям на ручках было, я там по камерам видела. И бабушка, видимо, может ее мама, может ее бабушка, не знаю. Ну, старенькая такая женщина, хромала. Вот, мне кажется, как они будут все в одной комнате, я не знаю. Но, надеюсь, она сняла нашу квартиру не ради того, чтобы побыстрее, побыстрее, знаете, заехать. Потому что она квартиру не могла найти, а там уже срок как бы поджимал. Вот, сегодня у нас ничего такого не будет происходить, потому что у меня, у меня шея так болит. Я вот не могу ее повернуть вообще. Я либо не так лежала, либо я ее застудила. Ну, короче, вот не могу. Это вот максимум, сколько я могу повернуть голову. Здесь спокойно, а вот тут вообще вот прям шея болит. Думаю, чем-нибудь согревающим намазать и, может, полегче станет. Так, дальше. Мадинка у меня сегодня что-то затемпературила вообще не в тему. Она просто нос без температуры. Короче, вот с этим садиком начали в садик ходить, начала болеть. Три недели отходила, уже месяц с лишним, месяц где-то и недельку мы лечим ее от кашля. Сначала просто кашляю, сегодня уже температура. Мне кажется, это сами ее заразило, потому что у сами на зубы вот это вот, знаете, началась вот эта вот реакция сопли, кашель, там температура. Мне кажется, Мадина начала выздоравливать, потом подхватила от сами. Мне надо им что-нибудь для иммунитета давать. Потому что что-то вообще сложно мне дается вылечить им. Вылечить их от этих болезней самое, знаете, тупое. Когда у вас не один ребенок, а двух больше, они все друг друга заражают. Это вот просто как с этим быть, девочки? Вот скажите, у всех такая история, вот когда вы в сад начали ходить, начали болеть дети? Короче, я в садик написала, сказала, в сентября, с сентября продолжается. Должит ходить в сентября. До сентября постараюсь его вылечить. Сейчас то, что мы с этими глазами тоже, да, очки. Не надо зубы там, несколько зубов полечить. У него дырки образовались. Вот и все. Ладно. Давайте будем с вами снимать дальше влог. Оставайтесь со мной. Всех люблю, целую. Обнимаю. Ну, мне кажется, мне идет, да? Чуть-чуть, мне кажется, идет. Вы не смотрите, что я бледная, как поганка, да? Это просто, мне кажется, я яркость на телефоне чуть-чуть прибавила, и поэтому он меня делает такой бледный. На самом деле, у меня кожа, вот, наверное, как моя рука. Ну, хотя даже рука здесь тоже слишком яркая. Видите, как я загорела? Просто вообще, как в перчатках. И, кстати, мама мне очень советовала вот этот сироп солодки. Я Мадине взяла, даю раз в день по чайной ложке. Не знаю, вроде пока лучше становится, посмотрим. Продолжу давать. Стоит, самое главное, дешево. И, говорят, очень хорошо помогает. Сами я не рискнула давать, хоть и заловка моя сыну своему давала там по чуть-чуть, да? А он на полтора месяца самец, его старший. Ну, я рисковать не буду, что-то я побаиваюсь. Если нельзя малышам, то я не буду. Решилась все-таки, наконец-то, перебрать вот этот шкаф. Вытащила оттуда во всю посуду. И знаете, что я поняла? Я поняла, что я та еще собирательница хлама. Вот из всего, что здесь вы видите, да, это как бы мало посуды. Я большинство выкинула. Но смотрите, что у меня есть. Это мы, как можете понять, часто заказывали раньше у них доставку в Гандите. И они всегда дают какую-то одноразовую посуду. Салфетки там и все такое. И я вот это все собирала. Это даже не все. Я еще столько же выкинула. Собирала в надежде на то, что мы поедем куда-нибудь, знаете, там, не знаю, куда-то на природу, купаться, там, на море и так далее. И я надеялась, что это нам пригодится. Но мы, знаете, так часто выезжаем на природу, что, конечно же, мне вся эта посуда понадобилась. В общем, я решила, что сейчас это все, наверное, отсортирую, либо в один пакет положу. Как бы, видите, здесь вот один раз они нам вот так много прям доставили. Вот прям много. Это вот прям, знаете, на компанию из шести человек точно хватит. Ну и сложу как-то это все покомпактнее. Вот это ставлю, а все остальное, если будут они еще нам давать, я буду это выкидывать. Короче, ну, мне кажется, это удобно. Взял вот так вот на природу, поел и выкинул. И не надо там с собой забирать кучу посуды, чтобы ее потом мыть. Ну, короче, мне нравится. Ну, просто я не знаю, зачем я это хранюся, мы никуда не ездим. Так, и что я решила-то? Решила, по вашим советам, на самую верхнюю полку уберу то, чему вообще почти не пользуемся никогда, да? На вторую полку и на третью, я не знаю. Я думала, сюда может быть крупу убрать. Может быть крупы, а может быть крупы сюда поставить, в этот шкаф. А отсюда куда чай этот убирать, я тоже не знаю. В общем, у меня дилемма. У меня есть еще вот здесь шкафчик. Здесь у меня специи, исамина, молоко, всякие исамины, там, знаете, снейки, шоколадки, печенюшки и так далее. Ну, не знаю я, куда это девать, не знаю. Сейчас соображу, потом, наверное, покажу. Не буду я это все снимать, потому что это очень долго, очень затянется. Приняла я, в общем, такое решение. Посуду я оставила все там, просто я ее перебрала и разложила так. Чтобы можно было удобно это все доставать. То есть, видите, да, тарелки все плоские, плоские, там, маленькие, плоские, побольше. Суп для супа, как бы, чтобы руку взял, протянул, взял. Чтобы здесь и тарелок поднимать не пришлось. Здесь оставила кружки. А там уже всякое барахло в виде всяких контейнеров и так далее. Тут тоже я ничего не меняла. На столешницу я только поставила чай. И сюда я высыпала кофе. Тут сахар у меня. Ну, пока так. Пока так. Девочкам заварила ромашку, пьют. Я им сейчас разлила. Это Мадинкины остатки. Она должна допить. Вода. Я люблю, когда вот так все, знаете, с копом все в ряд стоит. Вот, по сути, вот это надо убрать. Для чая, для заварки что-то надо придумать. Место какое-нибудь хорошее. И вообще, меня бесит, что сушилка занимает полстолешницы. Но ее я никуда не могу деть. Конечно, да, была мысль вот так повернуть. Но, что-то как-то, знаете, вроде так меньше места занимает. Но не очень удобно это все так складывать. К тарелкам не пробраться. Теперь, мне кажется, мы будем готовить каждый раз, каждый мой влог, какие-нибудь вкусняшки в духовке. Я, короче, экспериментирую, пока я на энтузиазме. Решила готовить. Сейчас у меня уже скоро с работы придет Расул. И я собираюсь готовить гратен из картофеля и грибов. Если я правильно говорю. Короче, для этого рецепта нам понадобится картофель, филе куриное. Просто я не знала, куда его деть. Начала гуглить рецепты и нашла этот. Сыр я здесь вообще прям много-много взяла. Лук. Но по рецепту его кольцами надо. Но я сделала кубиками, потому что не факт, что Мадина станет эти кольца есть. Молоко я смешала с карри. Тут я уже обжарила грибочки. Смазала сливочным растительным маслом противень. И что-то я переборщила, кажется. Рецепту нужно картофель вместе с курином филе выложить по кругу. Я не поняла, как. Но мне кажется, что типа, наверное, вот так ты картошечку ложишь. Потом курочку. Не знаю, картошечку, курочку. Короче, я так не буду делать. Слишком геморройно. Я вот так выложу картофель. Короче, она написала по рецепту по кругу. Выложить картошку с курицей. Сверху высыпать грибы, лук, сыр. И залить это все этой смесью. Ну, короче, по кругу не знаю, как по кругу. Выложу картофель. Ну, да. Чувствую, мало картошки у меня. Слишком большой противень, девочки. Мне не хватает. Китайцами у меня на заднем фоне пердит, девочки. Ой-алла. Если у меня сейчас куриного филе будет тоже маловато, я еще сейчас нарежу, потому что у меня еще есть размороженное. Нет, реально такие огромные прям, знаете, противни. Куда столько всего. Короче, девочки, мне еще, наверное, штук пять картошки нужно будет. Короче, я вот так высыплю сейчас. Что париться? Вот так. Выкладываю, слушай, что-то выкладываю. Сейчас еще начищу. И доложу здесь. Так, я еще нарезала четыре картошки, девочки. Очень много сюда этого всего надо. В общем, курицу я сейчас тоже дорежу, добавлю. Ну, пускай. Нас много сегодня. Самиечка, слышите, да? Капризная. Ни поесть, ни приготовить. Ничего нельзя сделать, потому что она плачет и плачет. У меня даже картошка в несколько слоев. Короче, у кого тоже противни большие. Я, кстати, все ингредиенты, сколько чего нужно, по описанию под видео давайте оставлю. И вы там смотрите. Сейчас, Амюшка, давай. Мне кажется, нормально, да? Грибов у меня маловато, девочки. Поэтому я их раскидываю. Все, что было, я пожарила. В общем, там на ее маленький противень нужно было 10 грибов. У меня, наверное, вообще, в общем, 10 грибов было на большой противень. Поэтому сами, короче, там, смотрите. Лук, возможно, я тоже сейчас добавлю. Короче, самое главное, чтобы это все пропеклось еще. Так, сейчас я посолю. Вот так вот, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Вы не подумайте, это я немного соли сделала, если что. Поперчу. Так. Потом улучок. Вот так вот прям все раскидываем. И расскажите, нравится вам, напишите, точнее, смотреть мои рецепты. Если нравится, я буду чаще для вас стараться. Вот прям чаще. И это все дело нужно залить молоком. На маленький противень нужно было полстакана молока. Я сделала стакан, добавила карри. Сколько карри нужно, не написано там. Я, знаете, так чуть-чуть на глаз. И это все, типа, вот так вот мы должны залить. Вот так, вот так, вот так, вот так. Почему именно молоком, я не в курсе. Посыпаем это все сыром. Прямо сейчас. Не знаю, корочка никакая не появится ли у этого сыра несчастного. Ну, если что, у меня еще сыр есть, еще досыплю. Здесь какая-то корочка такая будет. Потом можно, кстати, когда уже приготовится, зелень украсить. Я укропчиком посыплю. Ну, вот так. В общем, ингредиенты все я оставлю в описании под видео. Там смотрите, но имейте в виду, что там на маленький противень. Все, отправляю в духовочку. Это оказалось очень вкусно. Вы посмотрите. Я всех покормила. И пол противня нету. Как здорово. Оказывается, хорошо, когда, знаете, большие противни есть. Я уже кучу раз про этот противень сказала. Но очень, девочки, смотрите, просто в разрезе какой. Красота. А молоко, я думала, честно говоря, будет белое здесь, знаете, на дне. А он как бульончик стал. Там корочка сок дала. Очень вкусно. Вот прям очень. Попробуйте, подприготовьте. Кстати, сыр чуть-чуть, вот видите, корочка покрылась.